МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем обсуждать итоги сельскохозяйственного года в регионе. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нам. Елена Филиппович – заместитель начальника управления идентификацией растений и водства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. В 1997 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «Биология». Работала технологом и инженером-химиком на производстве, агрохимиком на Гомельской областной проектной изыскательской станции химизации сельского хозяйства. Занимала различные должности в структуре Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома в нынешней должности с 2018 года. На вопросы, которые касаются проведения уборочной кампании в регионе, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер – плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Елена Петровна. Добрый вечер, Ольга. 26 сентября в Мозере пройдут областные дожинки. Расскажите, пожалуйста, с какими результатами в этом году к празднику подошли аграрии области? Ну, хочется сказать, что это будет один из этапов подведения итогов. Это первый этап подведения итогов касается зерна. В этом году, конечно, мы лучше сработали. Хотя, конечно, чуть-чуть обидно, мы не добрали тот заветный миллион, о котором всегда говорится в области намолочено 914 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и крупенных культур. Практически уже завершена уборка. Небольшие совершенно площади остались по Гречихе и Просу. Остальные все уже площади убраны. Эта цифра для нас значительно больше уровня прошлого года. На треть? Да, на треть. 220 тысяч – это плюса. Плюс урожайность в этом году у нас посущественней. Хотелось бы лучше, но, тем не менее, 27 сентнеров с гектара – это заметно. Против прошлого года в 21-23 сентнера. Хотя тоже не так все было радужно, да, особенно в начале сезона. Год сложный. Мы с вами помним, какая была теплая европейская зима, что для нашей полосы это тоже не есть хорошо. Нашим растениям тоже нужен период покоя и температурный режим пониженный. После этого у нас с вами была весна долгая, затяжная, которая никак не давала нашим растениям начать развиваться. Потом у нас с вами весна была с засухой. Вы помните, что совсем не было ни одного дождя, ничего. И зимой не было снежного покрова. Таким образом наши растения ощущали дефицит во влаге, в элементах питания, что ничего не получали из почвы. Не было почвенной влаги. В ряде районов у нас фиксировалась и почвенная, и атмосферная засухи. Это у нас в основном север региона и центр. Здесь у нас была действительно сложная ситуация. Даже в Гомельском районе у нас ставили почвенную засуху. Летние дожди несколько недель, потом снова засуха. И даже сейчас, на сегодняшний момент, когда у нас шел озимый сефа и сефрапса, у нас тоже было сухо, почва была пересушена, и тоже это осложняет работы сельскохозяйственные. Но, тем не менее, у нас есть результат. Чуть-чуть не хватило до такого символичного миллиона, на который, наверное, рассчитывали. Да, но, тем не менее, мы рассчитываем этот миллион все-таки взять за счет кукурузы. Кукуруза – наш второй, что называется сейчас, продукт после зерна по заготовке. Сейчас только-только приступили районы к уборке кукурузы на зерно. Но мы планируем взять не меньше уровня прошлого года, где-то порядка 250 тысяч тонн зерна. Таким образом, мы свой советный миллион получим даже с лихвой. Почему сейчас именно эта культура, кукуруза, у нас называется стратегической на Гомельщине? Стратегической. Вы видите, какая сейчас ситуация стала по температуре. Летом повышенный температурный режим, засуха, отсутствие почвенной влаги. Это сказывается на растениях. В таких погодных условиях далеко не каждая культура способна расти. Кукуруза – это культура, у которой очень мощная корневая система. И она способна брать влагу с глубоких горизонтов. Поэтому она позволяет нам в условиях, когда в других областях можно растить большое количество многолетних трав, и они прекрасно, получается, снимают 2, 3, 4 укоса, то у нас в лучшем случае полтора с нашим летом. Поэтому самая главная задача – это обеспечить животноводство кормами. А как еще эту задачу выполнить, кроме как большую долю заготовить на сегодняшний день именно кукурузы? Хотя, конечно, область стремится идти по тому пути, чтобы у нас сбалансированные корма были, и у нас был не только силос из кукурузы, но и сенаж. Сенаж из многолетних трав. Поэтому здесь тоже у нас идут значительные движения, изменения в структуре посевных площадей. За последние годы это очень заметно. Если у нас еще 3 года назад многолетних трав на опашне было около 70-80 тысяч, то сейчас уже 125, и эта цифра ежегодно прирастает. В этом году тоже были посеяны многолетние травы, и сейчас создается предпочтение люцерны. Это зернобобовая культура с достаточно сильно развитой корневой системой, которая так же, как и кукуруза, позволяет растению получить влагу из нижних горизонтов. Поэтому она хорошо себя чувствует в наших условиях, позволяет взять несколько урожаев. У хороших хозяев по 6 даже бывает, но так в среднем 3-4 урожая за лето. Это очень хороший результат. Я надеюсь, что мы еще эту тему успеем продолжить, что касается заготовки кормов, потому что вопрос действительно очень важный для отрасли в целом. А пока продолжим обсуждать итоги этого уходящего сельскохозяйственного сезона. Важен не только климат, не только работа людей, которые, конечно, делали все, что они могли. Важна еще и техника. Как в этом году не подводила? Ну, сложно сказать, не подводила. Техника, она, она и той техника. Она бывает ломается и работает хорошо. Сказать, что не подводила, нельзя. Срок ремонтировалась. Вот это важно сказать. Что и люди сработали здесь на полной отдаче, и запчасти вовремя покупались. Топливо было для того, чтобы работа не останавливалась ни на миг. Чтобы вся цепочка тех работ, которые необходимо технологических операций выполнить, была выполнена для того, чтобы получился результат, наш урожай. На полях предприятия Дзержинский Агро. Реческого района накануне побывали наши корреспонденты. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Этот сельскохозяйственный год для Ксуб Дзержинский Агро Реческого района однозначно охарактеризовать сложно. Что касается тех же зерновых культур, то здесь прибавка на 2000 тонн. Это почти четверть от собранного. Помогла, конечно, погода. Однако основной залог успеха здесь видят в другом. В использовании качественных семян. Сегодня в Беларуси проблем с их наличием нет. Постоянное обновление посадочного материала в Ксуб Дзержинский Агро касается не только зерновых культур, но и того же картофеля. Для этой культуры нынешний год был все-таки не самым благоприятным. Дождей было мало. Однако даже при этом жаловаться на урожай картофеля не приходится. Хотя он, вероятно, будет и ниже прошлогоднего. Проблема в другом. В хозяйстве элементарно не хватает механизаторов. На этом поле, например, работают индивидуальные предприниматели из Речицы, имеющие свой трактор. Перед началом работ, используя приобретенные сельхозпредприятием запчасти, они отремонтировали картофелеуборочный комбайн, которым сейчас и убирают урожай. Говорят, что такое сотрудничество для них экономически выгодно. Однако, как бывшие сельчане, проблемы отрасли видят отчетливо. Колхозы кормят всю страну. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделяли колхозам, чтобы их были запчасти, топливо. Тогда было бы все хорошо. Однако, еще большей проблемой для значительной части сельхозпредприятий является недостаток кадров. В том же Ксуб Держинский Агро раньше работали около 600 человек. Сегодня практически втрое меньше. Часть работников заменила современная техника. Однако, кадровый голод в хозяйстве ощущается достаточно остро. Отсюда и сезонное привлечение специалистов со стороны. С деревни все уехали. А уехали этим многодетным, сделали социальное жилье. Это потенциальные были поставщики наших кадров. Они все уехали в город и ходят по городу без работы, без средств на существование. Они там никому не надо. Вот это ошибка была, наверное, я так считаю. Кто ее знает? Ну, а как привлечь? Уже кто в город поехал, я не знаю, как его привлечь. Я бы хотел, ну, надо самое главное не разгонять. А за четыре с половиной года я не выгнал ни одного человека. По мне и то работающие привлеченные в скольки, и то я не успею делать эти объемы производства, которые надо. Ну, стараемся. В эти дни в Ксуб Держинский Агро идет заготовка силоса. То, что и в этом году, несмотря на климатические катаклизмы, хозяйство будет с кормами, сомнений нет. Другое дело, что технический парк все-таки нужно обновлять. Пока же местные умельцы довольно эффективно возвращают к жизни имеющиеся агрегаты. В основном технику ремонтируем в хозяйстве у себя. Только если двигателя, то сдаем в ремонт. А так сельхоз, технику, все это ремонтируется в хозяйстве. Трактора, коробки, мосты, все перебираем сами. И дешевле, и просто быстрее. Быстрее найти где-то запчасти, чтобы хлопцы сами это сделали. Чем куда-то завести, а там начнут. Вот надо это, надо то, надо пятое, десятое. И затягивается дело. А так намного быстрее. Вы смотрите диалог заместитель начальника управления интенсификацией растеньеводства областного комитета по сельскому хозяйству и продовольству Елена Филиппович. Сегодня у нас в гостях. Елена Петровна, каким вы видите решение кадрового опроса на селе? Какое у вас мнение, что нужно для того, чтобы молодые специалисты, квалифицированные, оставались все-таки работать в хозяйствах? Вы знаете, Ольга, это очень сложный вопрос. На сегодняшний день уже очень многое сделано для того, чтобы на селе оставались молодые специалисты. Это и жилье им выдают, и по программе ЧАЭС строятся домики, и аграрные городки есть. И зарплату стараются поднять. Понятное дело, молодой человек приходит на работу, и его зарплата невелика. У него уже нет стажа такого, как у других сотрудников. Но, тем не менее, там подъемные выдают, достаточно существенные на первое время. Но, тем не менее, молодежь, скажем так, не очень задерживается на селе. Хотя ежегодно огромное количество студентов выпускают различных специализаций, которые могли бы прийти и удовлетворить тот голод кадров, который у нас на сегодняшний день есть. Но хочется сказать, что он не только и в нашей области, но и в других областях, в Республике Беларусь. Но, тем не менее, конечно, первую роль играет заработная плата. Молодой человек пришел, ему хочется все и сразу. Он, кажется, работает и хочет сразу получать огромные деньги. Может быть, именно эта причина в том, чтобы не получается. Ну и второй момент. Молодежи хочется больше развлечений, которые способен ему дать город, нежели сельская местность. Хотя хотелось бы, чтобы молодые специалисты приходили, находили вторую половину свою, соответственно, обживались на месте и становились нашими достойными специалистами. Чтобы кадры, те, которые на сегодняшний день у нас есть на селе, не молодые кадры, но с огромнейшим опытом имели возможность передать его молодежи. И такие истории тоже не редкости, не исключения. И они есть тоже в любом хозяйстве, есть и династии. Тем важнее в этой ситуации поощрять людей, которые на уборочной, в эту самую горячую пору, работали буквально за двоих. И это одна из основных целей как раз праздника Дожинки. Какие награды получат те, кто отличился в этом году на уборочной? Конечно. Это основная наша цель – поощрить тех, кто достойно трудился. Ведь мы с вами знаем, что такое работа на селе. Это работа от зари до зари. Причем практически круглый год. И на сегодняшний день тех, которые приняли особое внимание, особые силы приложили, их и чествуют в эти праздничные дни. У нас разработана целая программа, 10 номинаций, по которым вручают подарки, призы, денежные какие-то выплаты для работников. Плюс мы не забываем, что в течение всего того периода, когда подводились промежуточные итоги, выезжали на работу различные уровни руководства и профсоюзов. И уже прямо на месте, в полях, чествовали работников. Тоже денежные призы и подарки. Ну а здесь уже на празднике Дожинки, здесь у нас тоже есть несколько номинаций. Это лучший район, лучшее хозяйство, это лучшие специалисты агрономии, это наши главные инженеры, это водители среди молодежи и среди обычных водителей, плюс комбайнеры, непосредственно которые работают. Тут тоже молодые экипажи подводят итоги. Вот по их результатам будут выдаваться денежные призы. И они достаточно существенные. Если первое место это от 80 до 100 базовых величин, ну и дальше уменьшение с 80 до 60, 60 до 40. В победителях традиционные лидеры или есть в этом году и новые? Есть в этом году и новые. Ну хотя, конечно, традиционные лидеры остаются тоже наверху. Но появляются и новые районы, новые специалисты, те, которые не хотелось бы раскрывать интригу, пусть она сохранится, уже совсем немножко времени осталось, чтобы для людей был тоже сюрприз. И всегда приятно подняться на сцену, когда тебе пожмут руку, скажут напутственное слово, вручат твой заслуженный подарок или приз. Конечно. А что ожидает гостей областного праздника Дожинки в Мозоре? Тоже сформирована целая большая новая программа. Будет и концертная программа. Работать практически весь день до позднего вечера, по-моему, даже до 10 часов вечера. Плюс это, конечно же, организованные подворья с ремесленниками, мастерами, продажей любой сельскохозяйственной продукции. Это будет интересно. Плюс в этом году в первый раз вот такое сделали, решили каждый район сформировать в некую такую группу, и этой группой прочествовать всех, маршировать, что называется, по центру города, для того, чтобы все могли посмотреть. Каждый район пытаются себя представить как-то интересно. Надеемся, что это будет интересная традиция. Может быть, это станет и на будущее, как бы запомнится, и все будут пробовать сделать так и дальше. Ну и само по себе мероприятие будет, честование в Доме культуры в центре города Мозоре. Ну и поскольку в течение всего рабочего дня будут работать и подворья, и концертная сцена, то приглашаем всех поучаствовать, прийти. Думаю, всем будет весело и интересно посмотреть. Плюс, конечно же, будет выставка парка техники, сельскохозяйственная, с различными представительствами. Может, кого-то будет заинтересует даже приобретение ее. Мозорь, он, в принципе, и так один из красивейших городов, и туда стоит приехать в любом случае, особенно на праздник. И к рабочим вопросам вернемся. Сейчас на полях региона убирают наш второй хлеб, это картофель. Какой урожай в этом году? Ну, хочется сказать, что картофель, да, мы убираем. В принципе, в этом году площади его сохраняются на уровне прошлого года. Пока урожайность не превышает уровень прошлого, это остается где-то в диапазоне около 200-220 центнеров на гектар, у каких-то районов лучше получилось, у каких-то хуже. Но здесь, я считаю, в первую очередь, все же таки, кроме семенного материала, который, в принципе, в этом году у нас был достойный, еще играют значения именно погодные условия. Потому что нельзя отрицать, что у нас север области, в котором все-таки выпадали осадки, или самый запад области, вот там Петриковский и Житковичский район, там тоже в течение всего лета выпадали осадки. Однако у нас вот Лоевский, Ельский район, Речицкий район, потом севернее, Октябрьский, Светлогорский, здесь действительно у нас была засуха. И поэтому в таких погодных условиях, когда высокая температура в почве, в первую очередь почва прогревается, после 25 градусов у картофеля не формируется клубень. Он как бы замирает. И поэтому это одна из причин тому, что урожайность низкая. Уже потом пошли осадки, немножко влага появилась, растение немножко стало расти. Но этого все равно было недостаточно для того, чтобы сформировался достойный урожай. А вот на севере области там получше значение величины. Ну, это у нас такая ситуация уже несколько лет подряд, да? Несколько лет, совершенно верно. Вот именно в связи с продолжительной засухой. Да, на сегодняшний день уже, если вы сами помните, в советские времена, когда у нас было осушение болот, вся у нас мелиорация строилась на осушении, то сейчас все больше и больше задумываются именно об орошаемом земледелии. И это необходимо делать, поскольку климат меняется. Мы с вами помним о том, что у нас выделена 4-я климатическая зона. Она как раз распространяется по югу области и вот захватывает значительную часть Гомель, именно Гомеля. Гомель, Добруш, вот и южный регион Лоев здесь тоже попадает под него. Соответственно, здесь у нас наблюдаются самые высокие положительные, самые высокие отрицательные температуры. Елена Петровна, а вот что насчет других важных для нас культур, таких как капуста, морковь, яблоки? Будем ли мы до нового урожая обеспечены этой продукцией? Будем, конечно. В области у нас возделываются овощи на площади 1800 гектар. В основном занимаются ими наши специализированные хозяйства, которые из года в год ими занимаются. То есть у них есть уже наработки, опыт, знания, умение приложить их себе, свои знания. В этом году, как и в предыдущие годы, формируется в области стабилизационный фонд, в котором запасаются и плоды, и яблоки, и овощи всех видов. По объемам приблизительно такие же, как и в прошлом году. Около 700 тонн это будет свекла и морковь, и по 2000 это будет капуста и лук. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить наше школьное питание свежими овощами в сроки. Спасибо большое. Сейчас предлагаю обратить внимание на вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Мы можем так достаточно коротко. А самым важным. Интересно узнать, какое место Гомельская область занимает по успехам в сельскохозяйственной сфере среди других областей. Вот есть ли подобный какой-то сравнительный рейтинг, как мы в нем выглядим? Есть такой сравнительный рейтинг. Скажем так, мы не в самых первых строчках, но и не в самых последних. Находимся как бы в серединке. Есть позиции, где мы лучше, есть позиции, где мы послабее в республике, но тем не менее мы находимся ближе к центру. В чем мы лучше? Ну, есть позиции, допустим, у нас по... Мы всегда начинаем раньше работы, мы всегда идем впереди, впереди, впереди. По темпу всегда Гомельская область обычно лидирует. Мы не опаздываем, потому что, как правило, у нас бывают и сдерживающие факторы, все, мы приостанавливаемся, нас догоняют остальные области. Но, тем не менее, вот по той же самой Гречихе, мы у нас одна из самых высоких площадей в республике, и по темпам тоже уборки мы идем нормально. То есть есть ряд позиций, по которых мы, скажем, если не в лидерах, то на самых первых строчках. Как повлияло на урожай в этом году теплая зима, интересуется наш телезритель. Мы немножко уже об этом говорили, что ситуация была... Достаточно сложная. Сложная, неоднозначная, что отсутствие снежного покрова для растений не есть хорошо. Не есть хорошо, совершенно верно. В первую очередь это влага, потому что любой снег растает, почва понасыщается влагой. Если не было снега, почва пересушенная. Мы приходим с вами к весне, когда в этом году, вы помните, были достаточно продолжительные промежуток времени, когда было прохладно или, скажем, достаточно холодно, ветра дули. То есть это приводит к почве на эрозии. То есть ничего положительного здесь нет. Почва выдувается, растения оголяются, корневая система. Плюс, если вы помните, то у нас были в этом году заморозки. Это поздние весенние заморозки в конце мая, в середине-конец мая. И они были не однодневные, а они были на протяжении целой недели. Что тоже очень плохо. И это очень существенно повлияло и на урожай в том числе. Поскольку такие продолжительные заморозки, они влияют в первую очередь на зерновые культуры, особенно на озимые. Поскольку к этому времени уже май, у нас уже вегетация шла полным ходом. У нас уже был выход в трубку, начало калашения у растений. И таким образом просто зависть у колосков погибла. Все, не сформировался урожай, или в колоске было через зернице наблюдалось. То есть это тоже не есть хорошо. Ну вот именно потому, что погода каждый год преподносит какие-то новые сюрпризы, какую-то совершенно новую ситуацию, специалисты стараются перестраховаться, да, как-то? Конечно. С учетом уже того, с чем пришлось бороться, столкнуться, пересмотреть каким-то образом структуру посевных площадей. Вот уже есть мысли, каким будет следующий сельскохозяйственный год? Ну вот стратегия развития сельского хозяйства за последние годы в части растеневодства выглядит таким образом. Это сдвиг зернового клина в сторону азимых зерновых. То есть максимализировать именно азимые зерновые, уменьшив яровой сев. Почему это происходит? Потому что, во-первых, это разгружает работников сельского хозяйства, поскольку весной у нас еще большая доля в структуре посевных площадей занимает это кукуруза, порядка 30%. Соответственно, азимые зерновые дают больше урожай, что тоже немаловажно. Плюс я уже коснулась этого, того, что в многолетних травах у нас тоже идет движение. Мы возмещаем в структуре посевных площадей, кроме традиционных клеверов, которые у нас возделываются, это возрастает доля из бобовых культ трав, это люцерны. Это тоже очень хорошо позволяет заготовить качественные селоса с высокой энергией для того, чтобы обеспечить достойными кормами общественное поголовье. Вот мы вернулись с вами к этому вопросу, как и планировали. Скажите, пожалуйста, насколько технология сегодня заготовки кормов, хранения кормов современной? Все ли так делается, как это должно быть в 21 веке? Ну, хочется сказать, все ли так делается, это такой очень сложный вопрос. Конечно, существуют моменты, когда и человеческий фактор работает, и где-то административный фактор сработает, да, то есть не организован техпроцесс. Но, тем не менее, мы работаем по современным технологиям. Это закладка силосных ям или силосных траншей, стараемся применять консерванты для того, чтобы эти корма были лучше сохранялись, плюс трамбовка, самое важное, и время закладки этих силосных ям. Чем короче срок, тем лучше будет заложена и хорошо проведена трамбовка, тем лучше будет храниться данная сенажная либо силосная масса. Ну, плюс последние годы мы заготавливаем корма в полимерную пленку. Мы себе видели на полях такие катушки, запакованные в белую или темную пленку, какая там уже есть. Это самый лучший вариант хранения кормов. Во-первых, это не требует дополнительных мест хранения, то есть той же самой силосной ямы, которую нужно заготовить. Хранить такие можно на любой буквально площадке. Кроме того, у них идет процесс ферментации, мы открыли, он всегда готов, свежий, красивый корм. Это все улучшает и в моменты хранения, помогает оперативно что-то доставлять, небольшими даже объемами на различные фермы. Плюс доля такого корма у нас растет. Если еще три года назад, то для нас была победа 40 тысяч тонн заготовить таким образом. В этом году задача стояла 80, у нас уже более 90 тысяч тонн заготовлено в области. То есть у нас такая доля накапливается. Для чего в области были дополнительно закуплены именно пресс-обмотчики с пленкой, чтобы хозяйство могли таким образом заготавливать корма. Интересуется наш телезритель, какие проблемы самые сложные в сельскохозяйственной отрасли нашего региона. У нас все проблемы сложные. Простых проблем не бывает. Совершенно верно. Но все культуры сложные. Ведь каждая культура требует определенного внимания. Нет такой культуры, которая бросила зерно в землю и все стала расти. Такого не бывает. Нужно провести и подготовку почвы, в сроки, выдержать всю технологию, произвести сев, подготовить семенной материал, достойный семенной материал. Вот у нас в репортаже как раз было сказано, чем выше репродукционный состав, тем больше отдача этого зерна. Соответственно, если кто-то сеет первая репродукция, а кто-то сеет суперэлеты, то и результаты должны быть разные. Плюс минеральные удобрения, плюс органические удобрения, плюс защита этих растений. Или проведение глифосатной обработки с осени. Или уже потом по зерну, по вегетации, по обработке. Это целый ряд мероприятий. Возможно, уже те, кто прогрессивными со всеми шагами идут, еще и минеральные удобрения в микроэлементы добавляют. Регуляторы роста. Для того, чтобы получить в конечном итоге то зерно, из которого мы произведем муку и испечем хлеб. Столько труда требуется. И на каждом этапе, на каждой цепочке есть свои затруднения и сложности. И задача в том, чтобы избегать этих затруднений, справляться с ними и организовать весь процесс от начала и до конца. Ну и у кого-то это получается более успешно, у кого-то менее. Конечно, есть и очень сильное и мощное хозяйство, которое могут и штат свой пополнять, и технику приобретать, и платить людям достойную заработную плату. Есть, к сожалению. И другие примеры. Вот какой сейчас подход реализуется в их отношении? Это слияние с более сильными хозяйствами или как-то иначе? Ну, слияние это один из вариантов решения. Как укрупнение, так и разукрупнение. И такой вариант иногда рассматривается. Ну, плюс еще различные указы, которые способствуют подведению этих хозяйств под них. Для того, чтобы их долговые обязательства рассрочить на определенный промежуток времени. Вот в рамках этих различных документов и работают сейчас. Многие хозяйства подпадают под указы эти. И им, скажем так, если не замораживают, ну, в какой-то степени замораживаются их долги и возможность того, чтобы они не насчитывались пений штрафа и появился промежуток времени, в течение которого они могли бы их реструктуризировать этот долг и затем выплатить. Вот на это сейчас, в первую очередь, нацелена работа. Еще один вопрос у нас есть на портале Viber. Много ли людей сейчас с охотой едет работать на село? Какие у них пряники? Так назвали, да, преимущества. Я думаю, что рассмотреть такой вариант для себя можно даже и городскому жителю, если у него есть образование, есть возможность. Есть возможность на сегодняшний день сложного агрегата, того же самого кормоуборочного комбайна или трактора. Действительно это сложно, ведь уже не так-то просто сесть, там действительно сложная аппаратура. Но, тем не менее, да, ряд хозяйств привлекают работников и со стороны, для того, чтобы они приехали со своей техникой или даже без нее, для того, чтобы они поработали. Как правило, стараются выплатить повышенную заработную плату в этот промежуток времени. Кроме того, привлекают еще на специальные виды работы, допустим, работы на средствах защиты растений, когда обрабатывают гербицидами или глифосатами почву и растения. И здесь тоже всегда платится повышенная заработная плата для того, чтобы привлечь работников. Но тут уже сопряжено определенным классом опасности, потому что различных препаратов класс опасности есть. Здесь определенные, есть как бы требования, которые нужно выполнять. Но, тем не менее, люди иногда, не скажем так, те хозяйства, которые могут предложить достойные условия, там нехватки в кадрах нет. А в принципе, какие специалисты сегодня нужны селу в первую очередь? В первую очередь, это специалисты, связанные с животноводческой областью. Это зоотехники и ветеринары. На сегодняшний день в них самое большое количество нехватки кадров на селе. Ну и плюс та же самая агрономия. Ведь иногда даже странно, вот подумайте, вузы выпускают специалистов, однако они не доходят до конечного своего пункта. Хотя и специальности очень специфичные, потому что в городе агрономам устроиться затруднительно, так как и зоотехникам устроиться в городе. Ну то есть эти молодые люди, как правило, меняют свою специализацию, получают какое-то еще дополнительное образование и ищут себя в чем-то другом. Елена Петровна, вот в этом таком сложном водовороте сельскохозяйственного года остается ли время на то, чтобы проводить какие-то эксперименты? Просто вот для того, чтобы посмотреть, а в принципе есть перспективы у этого направления или у этой культуры? Или не надо даже вот задумываться об этом? Конечно, место эксперимента всегда должно оставаться. И оно и остается. Вот в этом году у нас был заложен, если так можно выразиться, экспериментальный сад-виноградник в Ельском районе, Ксуп-Добринь. Здесь был заложен виноградник из отечественных сортов винограда и таджикских саженцев. Значит, из-за таджикской лозой разбит этот виноградник. Хотим посмотреть, как это будет. Сейчас, конечно, сложно дать какие-то ответы, получилось, не получилось, потому что это только в течение этого года. Но, тем не менее, хотим посмотреть, перспективно ли заниматься таким направлением в промышленных масштабах. Самое важное, в промышленных масштабах, потому что у нас, мы сами с вами видим, у кого-то есть дачи, что люди занимаются возделыванием винограда, и у них очень хорошо получается. Но целесообразно ли это будет на уровне хозяйства заниматься? Может быть, это все-таки ниша, которую могли бы занять фермерские хозяйства, допустим, да? Их было бы много по небольшим площадям, но это было бы целесообразно. Вот где у нас сейчас идет эксперимент. Ну, плюс мы не забываем о том, что такой момент, как сорта смена, сорта обновления, это тоже своего рода эксперименты. И каждое хозяйство, ну, по крайней мере, если не каждое, то очень многие, закладывают такие эксперименты для того, чтобы посмотреть, как тот или иной сорт себя ведет в различных условиях, где у него больше урожайность, какие-то определенные моменты по технологии, для того, чтобы где-то, если, скажем так, не обмануть, то, может быть, где-то можно было упростить сам по себе техпроцесс для получения максимального результата. Спасибо огромное. На этом мы вынуждены нашу беседу завершить. Я желаю успеха всем вашим планам и, конечно же, хорошего праздника, труженикам села. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Елена Филиппович, заместитель начальника управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, была у нас в гостях. Спасибо за внимание и до свидания. Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию,